Я получаю много комментариев на тему телефонных номеров и трудностей, связанных с этим. Или вам не удается пройти регистрацию на каком-то сервисе, и поэтому вы не можете пользоваться им. Или вы пытаетесь получить код подтверждения на ваш мобильный номер, а он не приходит, и в итоге вы не можете становиться фрилансером на бирже, к примеру. И таких огорчений немало, судя по комментариям. Я сама проходила это все и вставила себя на мысли, что я-то уже несколько лет пользуюсь виртуальным номером, а виртуальный номер это и есть то решение многих-многих ваших проблем, связанных с телефонными номерами. В этом видео разберемся, что такое виртуальный телефонный номер, зачем он вам нужен, преимущества, недостатки, и сколько это стоит, и как его получить. Давайте по порядку. Виртуальный номер ничем не отличается от нам всем знакомых телефонных номеров. Он может быть в формате городского телефонного номера, мобильного, может быть в бесплатной горячей линии 0800. Единственное отличие это способ подключения. Виртуальный номер подключается по интернет-связи. И в этом и важный нюанс. Чтобы пользоваться виртуальным номером, вам надо подключение к интернету. Через мобильные данные или через Wi-Fi, это не важно, главное подключение к интернету. И в этом и заключается недостаток, я бы сказала, единственный недостаток виртуальных номеров. Вам надо подключение к интернету. А все остальное, на мой взгляд, это одни преимущества. Если вы часто путешествуете, но хотите быть на связи, вам важно, чтобы вы могли позвонить, вам могли позвонить, чтобы вы могли получить смс, к примеру, подтверждение входа в ваш же кабинет банка, тогда стабильный, что я называю, один и тот же номер, вам будет очень кстати, который не меняется, которому вы имеете доступ, без всяких хромингов, без всяких дополнительных затрат в любой точке мира. Это очень удобно. У меня была ситуация до момента, когда я открыла для себя виртуальный номер. Я ездила по миру, у меня там было 10 симок, и я уже путалась, какой симке привязан какой банк и сервис, и не могла получить доступ, потому что номера менялись. И раньше не все банки, да и сейчас не все банки имели приложение, чтобы спокойно зайти, подтвердить им через скан пальца. Надо было получать эти смс, а как их получать от телефона нет, и выходил просто замкнутый круг. Эта проблема решается сейчас уже с виртуальным номером. Или же, если вы регистрируетесь на разных таких онлайн-сервисах, как PayPal, eBay, Amazon, где вам также надо будет получать смс-подтверждение и иметь доступ всегда к вашему кабинету через ваш номер, имея вот такой виртуальный номер, будет очень кстати. Или если вы пытаетесь по каким-то вам известным причинам иметь несколько номеров, чтобы открывать много аккаунтов, вы можете открывать хоть там, я не знаю, десятки и десятки аккаунтов, потому что вы можете на одном и том же телефоне иметь десятки и десятки виртуальных номеров. Другое важное преимущество, которое я для себя вывела, что у вас доступ, как уже и говорила, в любой точке мира и с любого устройства. Вам не обязательно иметь при себе всегда ваш телефон. Вы можете получить доступ к вашему виртуальному номеру через компьютер, через планшет. Не дай бог вы потеряли свой телефон, вы можете воспользоваться электронными устройствами, девайсами, чтобы позвонить, связаться с родными, близкими, даже не имея вашего телефона с собой. Это тоже очень удобный такой вариант, выход из чрезвычайного положения. Или такой вариант, когда вам надо создать надлежащую видимость, я это называю. И этим вариантом тоже руководствовалась, когда вы открываете свой бизнес, вы хотите, чтобы на вашем сайте, на ваших визитках, или вы фрилансер, вы хотите, чтобы на вашей страничке фриланса отображался номер страны какой-то определенной. Не обязательно той страны, в которой вы находитесь, а страны по вашему выбору. Если у вас клиентура американская и не видят, что у вас американский номер, им будет намного проще принимать решение о работе с вами, потому что даже если они не будут звонить, они будут чувствовать, понимать, что в любой момент они могут позвонить и связаться с вами. Это все, конечно, приятное преимущество, но не менее приятным бонусом является и то, что с моей практики виртуальный номер намного дешевле обходится, вы экономите. Конечно, виртуальные номера, о которых буду говорить я, они бесплатны, но они покрывают свои расходы. К примеру, вот такая ситуация у меня была весной, я звонила с испанского мобильного номера на испанскую бесплатную горячую линию авиалинии. Был разгар пандемии, ковид, и я пыталась поменять авиабилеты. Сами понимаете, я на телефоне висела даже более часа, и в итоге, когда я только наконец-то получила доступ к оператору, обрывается связь, мне приходит смс о том, что я исчерпала все свои минуты, я уже дополнительно там должна 20 евро, и вообще я просто потеряла массу времени. В итоге я позвонила уже со своего американского виртуального номера на испанскую горячую авиалинию, также просидела снова практически час, заплатила буквально 2 доллара и решила вопрос. Это такая зарисовка, или буквально вот тоже недавно на днях. Звоню в банк здесь, в Канаде, тоже сижу на горячей линии очень долго, где-то полу, да, с получаса, и я звонила сразу, это уже со своего виртуального номера, хотя у меня есть канадский номер, но это дорого. Вообще телефонная связь в Канаде, да и в США очень дорогая, как минимум 50 долларов в месяц за пакет, и входящие звонки платные. И сходящие звонки тоже, ясное дело, платные. И если даже я звоню на бесплатную линию, как, к примеру, в банк, тем не менее снимаются минуты, и затем тоже набегает круглая сумма. И чтобы предотвратить разочарование, уже наученное горьким опытом, я сразу звонила с виртуального номера, с американского на канадский, и такой звонок мне обошелся бесплатно. Думаю, теперь я вас убедила, если у вас были еще какие-то сомнения, что виртуальный номер может решить ряд вопросов, ряд проблем, с которыми мы сталкиваемся. Теперь давайте перейдем к конкретике, как открывать виртуальный номер. Перейдем к классике жанра, всем нам знакомой программе Skype. Skype это не только программа для звонков бесплатных в сети Skype, но через нее вы можете получать виртуальный номер и им пользоваться. Вот у меня сейчас основной виртуальный номер как раз через эту компанию. Давайте перейдем на основную страничку и посмотрим, как это все работает. Вы можете видеть, здесь есть перечень стран, и выбирая страну, это значит, что номер этой страны вы и хотите получить. Как видите, стран не так-то и много, но основные он покрывает. И возьмем, к примеру, всем нам знакомые штаты, к примеру, да, чтобы посмотреть расценки, лучше понимать. Сразу рандомно вам выводится номер Mississippi, ну, допустим, вы не захотите Mississippi, мы это изменим. И теперь посмотрите на преимущества. Skype предлагает SMS-ки, вы можете отправлять и вы можете получать. И Color ID, это значит, когда вы будете звонить, будет виден номер. Потому что раньше, когда я получала Skype, несколько лет назад, SMS-ок не было, и это было очень-очень горько, и не было Color ID. То есть, если я звонила со своего Skype-номера, человек, который принимал звонок, видел, неизвестно, что, знаете, немножечко так не очень хорошо выглядит, особенно если это у вас бизнес. Давайте перейдем ниже, посмотрим, если мы не хотим Mississippi, а хотим там пресловутый Нью-Йорк, к примеру, штат, вы можете выбрать даже конкретно там, какая область, какой район. Видите, там даже у нас есть Рим, Онтарио, все, что хотите. В общем, давайте просто так, например, выбрали Рим в Нью-Йорке, и вам выйдет список номеров. И так вы можете выбирать и выбирать, сколько хотите, пока не найдете то, что вам нравится. И как это работает? Вы устанавливаете приложение Skype, всем нам известное, на ваш мобильный телефон, на ваш компьютер, и все, пользуйтесь им, как обыкновенным телефоном. Звоните, набираете, получаете звонки просто через приложение. Давайте нажмем Continue, чтобы посмотреть расценки. Итого, к примеру, а, кстати, да, так просто вы не зайдете, вам надо или ваш логин Skype, или ваш аккаунт Microsoft, надо ввести свой email и свой пароль. Если нет у вас еще Skype, тогда вам надо будет пройти регистрацию, там все просто, тоже email, пароль. И теперь давайте посмотрим же более конкретно. Если мы говорим о номере, его надо сначала купить. И вот американский номер в месяц стоит 6 долларов 50 центов. Если вы платите не раз в месяц, а, допустим, сразу за год, вы экономите 33%. В год телефонный такой виртуальный номер обходит за 52 доллара. Это просто за то, что вы имеете этот номер. Может показаться, что это недешево, но если вы часто пользуетесь, этот вариант себя окупает. Мы затем перейдем, поговорим о более дешевых вариантах. Давайте перейдем к преимуществам именно звонкам. Если мы говорим о том, что вам надо звонить в Украину, с американского номера, у вас там есть родственники в Украине, или вы часто звоните, вы можете за 7 долларов получить 60 минут. Или если у вас американский номер, и вы звоните на американский номер, тогда в месяц вы платите 3 доллара. Поэтому, на мой взгляд, намного выгоднее иметь американский номер, находясь в США, виртуальный, через скайп, чем идти и платить, как минимум, как я и говорила, 50 долларов за телефон каждый месяц в Штатах. А тут 50 долларов в год. Следующий вариант, он более для бизнесов. Если у вас электронный магазин, или если у вас команда. Этот вариант я для себя долго искала, потому что мне нужен был канадский номер. И далеко не все компании предлагают канадские номера. Я вышла на эту компанию CallHippo, и мне она очень понравилась. У меня нет никаких жалоб и нареканий на нее, хотя я читала негативные отзывы. Но негативные отзывы есть на любую платформу, у всех своя ситуация. Если вы знаете какие-то варианты виртуальных иностранных телефонных номеров, оставляйте их в комментариях, помогайте всем нам. Потому что, ну это на самом деле, найти компанию с хорошей службой поддержки, это, ну не так-то легко. Но в моем случае с CallHippo все было замечательно, поэтому я и записываю это видео, рассказываю вам теперь об этой платформе. В отличие от Skype, вы можете его даже интегрировать. К примеру, там Zendesk, HubSpot, если вы программист, вы знаете. Тот же Slack, очень удобно мне было. Я работала в Slack и сразу получала смс-ки и оповещания о звонках через эту программу. Давайте теперь перейдем в кабинет. Посмотрим более конкретно. Или если у вас, да, вот забыла сказать электронный магазин, вы тоже можете сразу привязать Shopify или Salesforce. И переходим к номерам. Add number, добавить номер. И так же, как это было в Skype, вы можете выбрать любой номер. Здесь уже больше стран предлагается, чем это было в сервисе Skype. Немножечко другие есть. В моем случае я выбирала Канаду. Давайте здесь снова выберем Штаты. Везде предлагается voice и SMS, что значит голосовые, ну, звонки и SMS-сообщения. Вы можете выбрать local или tall free. Tall free это значит горячая линия бесплатно для звонящего. И локация, так же вы можете выбрать тот же New York и разные, разные, более конкретные районы. Не просто штата, а даже города, вот зоны. Что, как говорится, вашей душе угодно. Выбираем номер. Вариантов немало. Можно даже next и next идти, пока вы не найдете то, что вам нравится, то, что покрасивее. И теперь давайте рассмотрим цены. Есть тоже два варианта. Или за год мы платим, тогда номер обходится в 6 долларов. Или если в месяц вы платите 8 долларов. И почему я говорю, что этот вариант, возможно, лучше, чем Skype? Если вам нужен номер только вот на какой-то определенный месяц, вы можете заплатить за месяц, иметь этот номер, затем отписаться. Но у вас этот номер будет сохраняться еще. Поэтому, если вы не хотите платить сразу за год круглую сумму, вы можете просто так вот платить в те моменты, когда вам номер нужен. И, как и говорила, если вы путешествуете, вы всегда получаете доступ к этому номеру, получаете смс-ки, и можете им пользоваться. И, как приятный бонус для вас, я решила еще включить одну компанию, всем нам знакомую, это Viber. Если у вас ситуация, что вам надо звонить за границу, и вы не хотите платить круглой суммы роуминга, добро пожаловать в Viber Out. Допустим, у вас есть родственники в Испании, и вы хотите иметь возможность им звонить на их испанский номер, чтобы, как у меня мама, всегда волнуется знать, где я, к примеру. И вы видите, что за безлимитный пакет вы платите 6 евро в месяц. Или же вы можете купить пакет, если вы не знаете, в какую страну вы будете звонить, а вам надо, чтобы весь мир был доступен, за 9 евро вы можете безлимитно звонить, куда хотите. И я считаю, что этот вариант намного выгоднее, чем многие-многие нам всем знакомые операторы с их роумингами. И как получить доступ к этому номеру? Через ваше приложение на телефоне Viber или на компьютере. Если я не осветила еще какие-то вопросы, какие-то ситуации, оставляйте комментарии, и я постараюсь помочь вам. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео, и поставьте лайк этому видео, если было полезно. Спасибо за просмотр и до новых встреч!